Мэр – человек, который должен заниматься вопросами жизнедеятельности города. А проблем у местных жителей довольно много. Мы поинтересовались у окерманцев, а что бы они попросили у градоначальника, если бы встретились лично. О чем? Сегодня шла туда, где вот это... Где мельница. Говорю, наверное, я не дождусь, когда там будет тротуар. Там так страшно от районной больницы. Ну, невозможно. Невозможно просто. Не знаю. Чтоб дороги были хорошие. Вот это самый главный вопрос. Немножко внимательнее отнестись к городу. Хотя бы чуть-чуть. А так, в общем-то... Да, она делает. Бесспорно, она работает. Видно работу. Но кое-где такое впечатление, что она, ну, не хочет видеть проблему. Елена – многодетная мама. Как рассказала женщина, ее муж – военный. Их семейство ютится в маленькой комнате. И если она лично встретит мэра Белгородистровского, она знает, что попросит. Чтоб квартиру выдали. Почему? Потому что мы живем в общежитии с тремя детьми. И муж – военный, а квартиру никак нам не дают. В АТО ходит. И мы так и не получили ничего. Большинство опрошенных горожан попросили бы мэра Белгородистровского решить давнешнюю проблему, с которой многие из них сталкиваются ежедневно. Ой, первое – о наших дорогах. И немножко это порядок в работе. Чтобы не было этих сокращений везде, как сейчас довели нас до этого. Думаем, как же это будет. И много вопросов. Ну вот, в принципе, эти. Особенно наши дороги. Что творится. Болото до колена. Идем белые сапоги, стыд черные. Честно сказать? Да. О дорогах. Я езжу на машине, невозможно ездить. Ты едешь, везде ямы. Куда не поедешь. А как наши люди перерыли дорогу. Загинули грязью и все. Дождь прошел. Ну, вы сами видите. Поэтому, наверное, на дорогах. Кроме этого, некоторые местные жители попросили бы уделить внимание чистоте и порядку в Белом городе. Как одной из важных проблем. Говорят, что нужно больше контролировать работу коммунальщиков, ответственных за уборку мусором. А что бы простил? Чтобы порядок лучше был. Убирали в городе. В первую очередь. А что еще? Ну, так же продолжать, как она начала делать тротуары. Чистоту побольше, чтобы чистота была. Да, чистота. Потому что везде мусор, пакет. И чтобы было немного этих собак бездомных на улице. Я их боюсь. Как видим, большинство упрошенных нами акерманцев ожидают от местной власти решения. В первую очередь, обычных городских проблем. Среди которых мусор, дороги и бродячие животные. Татьяна Коваль, Андрей Романовский, Виталій Солодухин. Бесарабия ТВ.